В Иванове подвели итоги городского детского творческого конкурса видеороликов «Обозначь себя». Он проводится не первый раз. В этом году его участниками стали не только учащиеся школы, но и воспитанники детских садов. Интересно и то, что на этот раз конкурс отчасти стал международным. Свою работу анимационный фильм «Автомобиль» прислали ребята из Египта. Цель конкурса – сделать популярным использование световозвращающих элементов. Уже не первый, второй год мы проводим этот конкурс. У нас собирается достаточно большое количество участников. И мы рады этому. Почему? Дело в том, что ДТП, один из самых распространенных видов ДТП – это наезд на пешеходов. И в данном случае не всегда вина у водителя. Очень многое зависит от нас, от пешеходов. И в темное время суток, и в условиях недостаточной видимости, когда идет снег, когда идет дождь, мы тоже должны обозначить себя на дороге. Задача конкурсантов сводилась к тому, чтобы снять видеоролик в одной из шести номинаций. Главная задача видео – доказать, что использование светоотражателей в темное время суток жизненно важно. Воспитанники ЦВР номер два – постоянные участники конкурса. Они не только сами носят световозвращатели, но и дарят друзьям. Причем фликеры они не покупают, а создают своими руками. Мы делаем как светоотражатели маленькие на сумочке, так и для одежды. Бывают светоотражатели, которые можно надеть в свечернем платье, а которые можно просто надеть для повседневной дня, для повседневной ходьбы. Диплом победителей, подарок от спонсоров, очки виртуальной реальности и сами фликеры в номинации «Засветись» получил Мирон Захаров, воспитанник Дома детского творчества номер три. Его видео называется «Правила дорожного движения». Мирон не только снял ролик, но и записал песню, которую подарил всем присутствующим в зале. По задумке мама с сестренкой шли, а я как будто со школы хотел перебежать дорогу. И мама меня остановила и сказала, что так нельзя делать. Подарок за видеоролики ребята получили светоотражатели. Ведь, как показало анкетирование, которое проводили сами конкурсанты, дети, хотя и знают о том, что фликеры нужны, не всегда их носят, просто потому, что их нет. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.